также моя семья поначалу предлагала мне поехать в идею и купить какие-то вещи которых мне не достает в комнате то есть у меня была определенная моя комната и там была кровать шкаф все такое достаточно старенько ничего такого сверхъестественного типичный немецкий стиль то есть обычный диван раскладной обычный диван раскладной стол такой подгулявшись такой это деревянный деревянная тумбочка и деревянный тоже такой это скрипучий шкаф большой ну как большой среднего размера и я попросила только зеркало чтобы мне купили потому что мне было неудобно как-то что-то еще там просить потому что я понимала что приехала на год я не буду у них просить какие-то там комоды мне купить или еще что-то но это опять же зависит от вашей наглости на что вы способны для меня это было немножко нагло мне было бы стыдно попросить что-то себе купить но это зависит от вашего воспитания тоже вам ничего не могу плохого сказать сами выбирайте как вы привыкли я все равно считаю что мы остаемся немножечко в начале на уровне чужих людей поэтому просить мне что-то купить это конечно входит в контракт но я себе чувствую не комфортно даже скажу вам больше я уже понимала что мне нужны какие-то полочки и я взяла и из пенопласта сделала себе что-то наподобие таких полочек помню семья купила что-то я не помню даже уже что и там была такая квадратная штука так прямоугольная штука с ячейками с квадратненькими с такими шесть штук или восемь их там было я это как-то все украсила и прилепила на шкаф на какой-то двойной скотч и таким образом у меня появились такие мини полочки это было конечно очень смешно когда это мой ребенок увидел ну то есть вот моя девочка в которой была у пер на хохотала но гордите заняться нечем еще одним пунктом для меня важным было то что я себя периодически все равно чувствовал как будто я что-то не доделываю или как будто я могла бы еще что-то сделать для них для семьи я себя постоянно чувствовала обязанной у меня было такое ощущение что я им что-то все-таки должна и что я должна постараться сделать это и это несмотря на то что иногда я делала не так много то есть как я говорю мне повезло очень сильно с семьей тем не менее иногда у меня было такое ощущение что вот мне надо сейчас взять и сделать вот это или вот то еще что немаловажно что вы 24 на 7 живете с чужими опять же людьми все равно они чужие и у вас бывает такое что нет абсолютно настроения не на что а у людей какой-нибудь праздник и чаще всего вас будут звать ну если вы это нормальная семья да грубо говоря как у меня было вас обычно будут звать выйти попраздновать попить вина возможно то есть они как бы это конечно делают иногда просто из того что так надо то есть просто как бы нормальный жест нормальных людей но иногда ты просто у тебя нет настроения но если у тебя так совпадает часто с тем что у них какая-то тусовка а у тебя плохое настроение то может создаться впечатление что ты не очень сильно настроен на то чтобы проводить с ними свободное время свое и это может какую-то семью расстроить поэтому это тоже такой момент когда ты допустим целый день мыл дом что бывает да часто то есть я в свою очередь да я убирала в доме и я думаю что это было на самом деле самое основное что я делала из всего того да я немного занималась с ребенком но в принципе для меня самое страшное было это то что я приводила дом в порядок был двухэтажный поэтому у меня на это очень много времени уходило я это еще все делала со своим перфекционизмом дебильным и в конечном итоге я не знаю складывалось ли у них впечатление что я иногда их игнорю мне просто на самом деле было просто не знаю мне просто не хотелось мне просто хотелось взять и полежать спокойно и вообще никуда не выходить никаких людей не видеть ни с кем не пить не разговаривать вообще ничего не делать просто тупо валяться смотреть сериал или еще что-то и поэтому тут тоже как бы такой момент переломный потому что когда ты дома в своем доме да ты можешь зарыться под одеяло и сказать нет я сегодня никуда не пойду я себя плохо чувствую или еще что-нибудь стрекороба наврать и тебя никто за руках не не поймает и никто тебя ничего не требует а здесь все равно опять же какое-то не знаю меня преследовало всегда ощущение какой-то обязанности то что я что-то кому-то должна опять же как я говорю это все индивидуальные какие-то патологии то есть вот это чувство долга еще что то то есть я считаю что в принципе я бы облегчила себе намного жизнь не будь у меня столько загонов выбирая себе семью поймите в первую очередь что это все равно не отпуск то есть вы туда поедете и это все равно будет для вас немного труднее чем вы наверное ожидаете то есть это не какое-то не какая-то путевка в новую жизнь это все равно первое время это тяжело то есть это как я уже сказала чужие люди близких никого нету вы приезжаете вы все равно один и вы должны еще что то там улыбаться и воспитывать еще детей за ними ухаживать да и обратите внимание на то что много детей это не всегда в кайф и не всегда вы сможете с этим справиться обратите на это внимание также что я бы еще хотела отметить это осторожность с предыдущими а пэр дело в том что я уже наслушалась только историй о том как новая пэр приезжает а старая пэр еще там и новая пэр рассказывает открывает всю свою душу она открывается все свои карты она говорит я приехала чтобы там то или все и в конечном итоге короче но ну старая пэр она сливает всю эту информацию семье и уж потом неизвестно чего из этого бывает то есть бывают совершенно разные истории но в принципе это может вам быть и боком думайте поэтому немножко что вы кому рассказываете и как эту информацию человек тот который вы не знаете может использовать против вас немножечко все равно нужно быть осторожнее потому что всякие истории бывают просто немножечко будьте закрытие и не надо всем открываться сразу только потому что вы приехали страну а здесь человек оказывается тоже по-русски говорит да также часто задается вопрос можно ли остаться после программы пэр немножечко подольше по оперить именно по оперить остаться нельзя то есть вам нужно будет обязательно поменять ваш вид на место жительства то есть вы не можете остаться по визе пэр дольше чем на один год поэтому вам нужно будет либо пойти на какие-то курсы либо поменять ваше направление на какой-нибудь социальный год или что там еще есть но есть другой момент то что периодически достаточно часто семьи предлагают после срока оперского остаться еще пожить в этой же семье и они как-то там перекидывают чаще всего я слышала я не знаю как это у всех или не у всех так в моем случае мне тоже семья предлагала оставаться подольше то есть остаться у них жить и в свою очередь я бы просто у них будто бы снимала бы квартиру то есть комнату да в которой они мне предлагают остаться да грубо говоря и я бы не получала свои карманные деньги то есть те 260 евро которые обычно по контракту то есть это было бы за оплату но я бы все равно периодически помогала сидеть с ребенком и так далее и тому подобное я для меня это был не вариант поскольку ты будешь делать все то же самое ты будешь жить в той же самой квартире ты будешь как бы все равно у тебя будет периодически просить что-то сделать но ты не будешь получать денег совершенно то есть для меня это был не вариант потому что я понимала что я наверняка должна буду идти работать мне нужно будет все равно деньги какие-то иметь одно дело жить а другое дело все равно как бы нормально дальше идти своим путем и я выбрала пойти в неизвестность но как бы самостоятельными шагами и не оставаться у них в семье то есть я была бы не против возможно но мне хотелось самостоятельно уже отдуплиться куда-нибудь свое дупло чтобы я могла спокойно себя комфортно чувствовать то есть чтобы я могла спокойно ходить по квартире так как я хочу в халате вот я люблю ходить в халатах дома и мне вот этого не хватало для немцев это немножечко странно потому что в халате ты идешь только расстояние от ванны до спальни и все а вот я у меня такая любовь я люблю в халатах походить вот хотелось мне страшно я на протяжении года мучилась в халатах не ходила ходила периодически но как не ходила я себя конечно сильно не ограничивал но тем не менее и поэтому я выбрала такое решение к такому решению пришла что я переехала в общежитие там хотя бы были свои какие-то законные 10 квадратов которых по которым я могла щеголять в том в чем мне хотелось особенно как я уже говорила в предыдущем видео для того чтобы найти семью по программе opr вам не обязательно делать это через агентство есть сайт я сама к нему никакого отношения не имею я знаю что мои подруги искали самостоятельно семьи через этот сайт это просто самый крупный сайт и поэтому я вам рекомендую потому что если брать какие-то местечковые сайты то возможно где там три коллеги сидят то ты не знаешь что ожидать поэтому берем самый масштабный а это opr world кажется называется и по нему смотрим если вы самостоятельно хотите найти семью трудного там ничего нету вы просто списываетесь семьей и уже после этого вы начинаете обсуждать какие вам там документы надо то все 5 10 вы контактируете то есть в принципе ничего сложного нету в поиске семьи и вы можете это сделать как через агентство так и без всяких агентств я надеюсь что я немножечко вам осветила эту тему если у вас до сих пор остались какие-то вопросы и у вас ощущение какой-то недосказанности то вы можете спокойно задавать свои вопросы в комментариях я буду очень рада ответить на ваши вопросы ну и увидимся с вами в следующем видео а